сервис 1с товары это относительно новый сервис но идея его не нова прежде всего в основе работы сервиса лежит сервер прогнозирования сервер прогнозирования такая система которая позволяет нам спрогнозировать что будет через какое-то время для того чтобы товар был на полке нужно чтобы его кто-то заказал нужно чтобы кто-то доставил на все на это требуется время поэтому для того чтобы магазин был укомплектован товаром ведь товара которого нет на полке никто купить не может нужно заранее кому-то сформировать заявку доставить и поставить поэтому возникает вопрос как угадать то что будет продаваться через какое-то время первое что делает наш сервис это прогнозируют спрос в магазине для того, чтобы можно было сформировать заявку. Дальше сервис 1С-товары позволяет таким образом управлять товаром, который заказывается, чтобы оптимизировать запасы в магазине. Ведь идеальный склад – это пустой склад, на котором ничего нет, но при этом полный магазин, в котором всегда можно что-то купить. Так вот сервис 1С-товары позволяет найти разумный баланс в количестве товаров. Хороших товаров должно быть не много и не мало, ровно столько, сколько нужно. В сервисе 1С-товары существует огромное количество алгоритмов и методов, которые позволяют рассчитать в автоматическом режиме оптимальный запас товаров. В это можно повникать, если есть желание, но можно пользоваться этим в режиме сервиса. То есть сервис сам автоматически выдает рекомендации в виде количества товаров, которые нужно заказать магазину сегодня. То есть он отслеживает остатки, отслеживает изменения тенденции сезонности, спроса, трендов и так далее. Все это работает на задачу обеспечить максимальную прибыль магазина. Еще сервис 1С-товары позволяет автоматизировать процесс общения с поставщиком на предмет заявки товара, заказа товара. Он формирует заявку, позволяет ее доставить, или распечатать и отправить своего закупщика, или доставить ее поставщику в электронном виде, если ваш поставщик уже освоил компьютер и умеет пользоваться современными технологиями. Сервис 1С-товары позволяет также найти новых поставщиков, потому что формируя заявки поставщикам, сервис накапливает данные о том, какие поставщики, какие товары могут поставлять. Для поставщиков есть отдельный компонент сервиса, который позволяет опубликовать свое предложение. Предложение может включать цены, а может быть только каталогом товаров, которым занимается поставщик. Можно опубликовать список номенклатурных позиций, а можно просто обозначить товарные категории, которыми занимается поставщик, и указать регионы интересов поставщика. В этом случае сервис 1С-товары позволяет найти новых поставщиков и состыковать поставщиков и владельцев розничных магазинов. Сервис 1С-товары прежде всего рассчитан на предприятия розничной торговли. Это розничные магазины, в которых от тысячи и более наименований товаров. Это предприятие FMCG, то есть быстро оборачиваемых товаров народного потребления. Наиболее оптимально использовать наш сервис небольшим магазинам шаговой доступности и региональным сетям. У нас есть опыт запуска сервиса в небольших сетях, там около 100-150 магазинов в том числе. К сервису 1С-товары подключаются две категории участников. Это розничные магазины и поставщики продукции. Для того, чтобы поставщику предоставить свой каталог в сервис 1С-товары, достаточно уметь пользоваться Excel и электронной почтой. То есть для подключения поставщика в сервис 1С-товары не обязательно иметь какие-то сложные программные продукты. Для того, чтобы пользоваться сервисом 1С-товары розничному магазину, они должны быть пользователями программных продуктов 1С. В сервис 1С-товары можно подключить любой розничный магазин, который использует программные продукты 1С в своей работе. Редактор субтитров А.Семкин